Ваше заведение появилось в полицейских сводках. Скажите, какая причина, что произошло в праздничные дни? Известные нам люди стреляли, получается, в ночь седьмого на восьмое наше заведение с словами угроз в сторону нашего сотрудника. То есть он именно к нему обращался, ему плохие оскорбительные слова говорил и, в общем, стрелял он в него. Вот с той стороны, да, получается? Он отсюда стрелял. Стрелял, получается, еще отсюда, потому что он попал. А отсюда он стрелял в камин, где у нас как раз мужчина был. То есть здесь находился мужчина, на этом месте? Он в него стрелял, да. Прямо в него и стрелял, в мужчину? Да, да. Вон вся стена, вот он стрелял, так что перегородка, вот эта вся стена, вот она. Угу. Будет видно. Угу. 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 С Вас стреляли и Вам угрожали вашей жизни? Да. Да. А можете рассказать, как вообще произошло и что произошло? Они изначально приехали сюда, я работал во дворе. Ну, как бы занимался своими делами, те, которые я должен был делать, да. И они подъехали и спросили по поводу, открыто кафе или нет. Я сказал, что кафе закрыто. И я, как бы, ну, продолжал заниматься. Говорю, если хотите, пойдите в ресторан и через ресторан решайте свои, ну, то есть, как бы, вопросы. Они после этого подошли к ресторану, с кем-то там общались, с посетителями. Уже перед закрытием ресторана, ну, где-то там около закрытия ресторана, да. Они подошли, беседовали, но я уже не обратил внимания, заходили они в ресторан или не заходили. После этого, как бы, это самое. Ну, а они сели в машину и уехали. Потом уже после закрытия ресторана они приехали второй раз. Посетителей уже не было никого. Я находился между, возле камина, между двух столиков. Оля находился здесь, как бы, сидел и занимался, ну, как бы, камином, да. Слаживал дрова, что-то еще делал. И увидел, машина подъехала с той стороны, вот, с этого разбитого окна углового. Я, когда они подъехали, вылез мужчина и направил на меня ствол. Но он видел меня, почему? Потому что эта лампочка горела и эта. Мне видно было хорошо с улицы. Точно так же же я видел и его. Он, когда направил на меня ружье, я, ну, как бы, посчитал, что мне угрожает опасность. Упал сюда на пол. Вот здесь вот, возле камина. После чего прозвучал выстрел. Вот, как бы, с чего, почему, я даже и не понял. Потом прозвучал второй выстрел. Потом он начал кричать, ругаться, что я тебя убью там. А он вас назвал по имени как-то? Нет. Я его вообще не знал, как бы, не это самое. Вот. И после этого, как бы, это самое, спустился мой напарник. Я говорю, беги отсюда, от того, что здесь стреляют. Я не мог встать. Почему? Потому что я не знал, когда он перезаряжает ружье или когда целится, когда не целится. То есть, как бы, вот за чего. Он был на ногах. Он убежал. И, ну, в течение какого-то определенного времени, в течение 20-30 минут звучали выстрелы. Там, ну, как бы, по гильзам насчитали. Там 10 выстрелов было направлено в мою сторону. В мою сторону, в сторону, там разбитый этот самый, то есть, как бы, там еще обогреватель, да, то есть, как бы, ну, не обогреватель, а нагреватель воды, то есть, как бы, вот. Ну, после чего, то есть, как бы, они кричали, угрожали не только мне, что я тебя убью, а говорили, то есть, как бы, ложитесь и опять же шматюком, ну, в общем. Ну, а конкретно в вашу сторону были угрозы, что убью? Да, да, я же сказал уже. После того, когда он уже видел меня и выстрелил, он еще и после этого кричал, что я тебя, как бы, убью. Ну, ранее вы его не встречали? Я его вообще не видел, ну, видел, когда первый раз он приехал перед этим, зашел забирать свою девушку. Вот, то есть, как бы, сначала мужчина был с девушкой, потом вышел он, забрал, короче, девушку свою, получается, и ушел. Вот тут я его видел только в этот момент, и все. А после видел, когда он уже стрелял у меня. Ну, а вот те ощущения, которые вы пережили? Я не знаю, как бы это самое, ну, можете сами представить, если в вас стреляют. Какое ощущение? Конечно, неприятное ощущение. Вы конкретно чувствовали, что это угроза вашей жизни и безопасности? Да, да. То есть, стреляли оттуда, и вот этот бак... Вот этот бак именно от выстрела, правильно? Да, вот он. Это еще по стеклу прошло, и вот оно разбитое. Видите, да? То есть, если бы вы не успели упасть, то... Конечно. Вас бы попало все. Конечно, конечно. Если бы я не лег, то, как бы мне угрожала стопроцентная опасность. И уже разговаривал бы еще с вами, или нет, это вопрос. А вас уже допрашивали в полиции? Да, допрашивали. Но они сказали, мы не можем задержать, потому что нет такой статьи. Я не знаю, как нет такой статьи. Как ходить в этой ситуации сейчас, продолжать работать, зная о том, когда он ходит здесь, где-то рядом живет. Какое-то это, ладно, там прошло, когда он стрелял. А теперь, как на это смотреть и как себя ощущать. Это временное какое-то было такое, что когда он стрелял, а потом отошло все. А сейчас, как он может достать что-то или еще что-то предпринять. Короче, прийти или добить, я не знаю, как это, рассуждать по поводу властей, куда они смотрят сейчас.